Привет, YouTube, с вами Джулиан, и сегодня я хочу сделать обзор на такой вот смартфон HP Elite X3. Вот он такой вот, так вот он выглядит. Значит, данный смартфон работает на операционной системе Windows 10 Mobile. Как вы знаете, в 2015 году была выпущена последняя версия для телефонов и планшетов, да, в принципе, и для компьютеров тоже одновременно была с этим выпущена Windows 10. Вот, но для телефонов она, к сожалению, была последней. Сейчас уже существует Windows 11 для компьютеров, вот, но для телефонов Windows 10 Mobile была последней версией. Значит, данный смартфон анонсирован летом 2016 года, собственно, в этом году и были последние продажи таких вот виндофонов, я их так называю, значит, 14 января 2020 года поддержка Windows Phone полностью была прекращена, но, тем не менее, на десятке в официальном магазине приложений еще что-то можно скачивать, и можно в него заходить. На Windows 8.1 и ниже магазин уже не работает. Надо пользоваться сторонними сайтами по типу FOP.DI и Trashbox для того, чтобы что-то скачать. Толковая. Итак, значит, давайте его включим. Вот так вот он выглядит. Значит, вот камера, фонарик. Кстати, вспышка здесь желтая, я вообще ни разу такую не видел. И сканер опечатков пальцев. Это, по-моему, вообще единственный виндофон с опечатком пальцев. И самый, причем, мощный. Так, давайте его включим. Так, ну, в общем, вот заставочка. Пока он включается, расскажу пару слов о нем. Значит, процессор здесь 820 Snapdragon. Оперативная память 4 ГБ, встроенная 64 ГБ. Карту памяти можно вставить до 2 ТБ. Вот здесь вот динамик. Вы просто посмотрите, как он вообще выполнен. Какой смартфон, кстати, широкий. Вот даже если сравнить с моим Redmi Note 11 Pro, вот посмотрите, насколько он шире его. Даже, как мне кажется... Хотя нет, по размеру в высоту он примерно одинаковый. Так, ошибка сим-карты. Ну, понятное дело, потому что она не вставлена здесь. Так, также здесь присутствует сканер сетчатки УАЗа. Так, ну, так как устройство перезагружено, давайте я введу пин-код и покажу вам сканер сетчатки УАЗа. Также могу сказать, что не очень удачно здесь расположены кнопки регулирования громкости и кнопка включения и выключения телефона. То есть, мы всегда, ну, мы уже привыкли, что кнопки громкости находятся выше, чем кнопка включения и выключения. А здесь наоборот. Вот кнопка включения и выключения. Раз, два. Здесь кнопка регулирования громкости. Здесь, соответственно, больше громкость, здесь меньше громкость. Так, вот, собственно, рабочий стол. Давайте выключим его и включим. Снова. Выищем вас. О, видели, все сработало. То есть, это не Face ID, это именно сканер сетчатки УАЗа. Это, мне кажется, намного надежнее и безопаснее, чем Face ID, потому что, допустим, если вы там просрали где-то смартфон, грубо говоря, и его подберет, похоже на вас чувак, то вы просто, он просто его разблокирует по Face ID. Ну, я не знаю, просто у меня нигде в Face ID не стоит, поэтому утверждать не могу, но вероятность такая есть. Так, и как работает сканер опечатка пальца. Так, и так же здесь можно ставить карту памяти до 2 терабайт. Это, то есть, самый такой смартфон, ну, в котором, именно на Windows Phone, в котором больше всего памяти. То есть, на всех остальных смартфонах карту памяти можно максимум до 200 гигабайт вставить. И встроенная память максимум 32 гигабайта, и оперативная максимум 3. Вот. Так, ну что ж, давайте я вам покажу слот для SD-карты. А, ну, так же скажу, что основная камера здесь 16 мегапикселей и фронталка 8. К сожалению, к очень большому сожалению, слот для карты памяти, ну, для карт, в принципе, здесь комбинированный. Ну, гибрид, так скажем. Вот он так вот вытаскивается. Не очень, конечно. Жалко, здесь нет такой дырки в самом слоте, чтобы вставил туда просто эту фигню, и всё. И снял слот для карт. Значит, вот слот под SIM, вот слот под вторую SIM. Но если вы вставляете две SIM-карты в телефон, то вы уже не сможете вставить SD-карту. То есть вам нужно либо одну SIM, одну SIM плюс SD-карту, либо же две SIM. Но тогда вы без SD-карты должны будете как-то обойтись. Хотя многим людям SD-карта и не нужна. Но не в моём случае, поскольку я же ещё снимаю видео про лифты, и мне как человеку, который снимает очень много видео, и причём который находится в городах за 3-9 земель от Москвы, если я еду туда при этом на несколько дней, мне этого, понятное дело, недостаточно. 64 гигабайт. Так, собственно, вот динамик. Разъём здесь Type-C. Вот разъём под наушники. Так, ну давайте, допустим, послушаем динамик здесь. А, кстати, здесь, получается, работает и Telegram, и VK, но не официальные, конечно же, а их клиенты. В данном случае клиент VK – это UNAVK, клиент Telegram – Unigram Mobile. И вот, собственно, Microsoft Store. Давайте откроем его. Вы даже здесь самые банальные приложения можете пробить. Не знаю, допустим, YouTube давайте пробьём. Так, приложение. Оно даже здесь есть, на удивление. Я думал, что его здесь нет. Бесплатно получить. Этот продукт не будет работать на данном устройстве. Потому что, да, поддерживаемые устройства. То есть, чтобы скачать данный продукт, здесь должно быть написано в поддерживаемом устройстве, что мобильное устройство тоже поддерживается. Вот, то есть, ну, реально, самое банальное приложение. И его сюда нельзя поставить. Давайте VK также пробьём. MyVK, приложение приобретено. А, я пытался, кстати, ещё MyVK скачать, но он просто тупо не входил в мой аккаунт, когда я пытался через MyVK зайти в свой аккаунт. Также здесь нельзя скачать такие банальные игры, как Subway Surf, Minion Rush и так далее. Ну, реально, самые простенькие игры. Вот, давайте, допустим, Subway Surf пробьём. Вот, просто. Он вообще ничего не выдаёт. Если там... Во, убрали Ерс и сразу какая-то супер Subway Surf. Я даже скачивать эту фигню не буду, потому что я понимаю, что это пародия на классику. Так, давайте, наверное, протестируем... Вот какую-то я игру скачал. Dumb Ways to Die. Ну, просто вот чисто наугад скачал. Я не знаю даже, что это такое. Ни разу в неё не играл. Давайте посмотрим просто, как она здесь вообще идёт. Так, я надеюсь, эта игра не кровавая. Чтобы этому видео не дали 18+, и не дай бог, ещё заблокировали на Ютубе. Так, как здесь играть-то вообще? Это, я так понимаю, карта с уровнями какими-то. Dumb Geon. Это что такое? Блин, ну я же не знаю английский. Нафига вы мне эти... Ээээ... Чего? Что здесь надо делать? Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Блин, чё за фигня? А, покрасить... А, всё, я понял. Кажется, я начинаю понимать. Тут за определённое время нужно проходить челленджи всякие. Чё? Давайте, короче, попробуем ещё раз сыграть. Так, как его мешать-то? Вот так, что ли? Оно же не мешается. А, ну здесь вроде понятно. Здесь нужно как можно чаще нажимать, чтобы убежать, короче. Климп. Что такое климп? Чего? Короче, вроде игры здесь идут нормально, так что нету смысла дальше в них играть. Давайте я вам покажу рингтоны просто банальные, какие здесь есть, уже встроенные. Так, где это? Шучат, я знаю здесь. Так, 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 так. Вот, звуки, звуки. Тьфу ты, ну вибровызов мне не надо. Ну, допустим. Кстати, я не помню, чтобы я оставил это в качестве звонка, но да ладно. Давайте вот эту покажу, мою самую любимую. Так. Давайте поставим звук максимальный. То есть динамик прям вообще бомба. Так, ну, в общем, всё, вы поняли суть. Так, давайте убавим. Так, ну в общем, вот такой вот был обзорчик. А, давайте ещё про камеру пару слов скажу. Так, кстати говоря, этот смартфон может снимать в 4К. Это мой, в принципе, первый смартфон, который может снимать в 4К. Также здесь есть стабилизация. То есть здесь можно включить стабилизацию. То есть можно выключить, можно включить. Так, сейчас у меня здесь стоит 1080R. Давайте, ребят, набираем 10 лайков под этим видео, и я вам снимаю видео в 4К. Я уже тестировал камеру. Тест камеры на этом смартфоне выйдет 11 декабря на канале. Вот. А съёмка в 4К будет на этом канале, если вы наберёте под этим видео 10 лайков. То есть вот, это можно здесь переключить. Также здесь можно включить вспышку во время съёмки, что тоже немаловажно. В общем, вот так. А, ну давайте покажу вам ещё об устройстве информацию. Так, где это? Так, заходим в систему. О системе. Так, вот. Имя устройства. FPP Elite X3. Windows 10 Mobile установлено. Разу 3,5 гига. Ну, грубо говоря, 4. Тут половина оперативки, естественно, забивается. Как и встроенная память тоже. В общем, вот так. Сразу говорю, ребят, если что-то забыл добавить, пишите в комментариях. Потому что это вообще мои первые обзоры на телефоны. Скоро будут ещё обзоры выложены. Поэтому не отписываемся. Наоборот, подписываемся на канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. А, также забыл вам сказать про браузер. Значит, браузер здесь установлен только Microsoft Edge. Ну, встроенный. То есть здесь нельзя скачать ни Chrome банальный какой-нибудь там. Ни Firefox. Ни Opera. То есть ничего нельзя скачать уже из магазина. Там какие-то вообще малоизвестные браузеры стоят. Точнее, можно установить. И, то есть вы в YouTube можете войти просто, чтобы посмотреть видео. То есть выложить видео с телефона вы не сможете. То есть использовать сейчас Windows Phone в качестве основного телефона, это, конечно, такое себе. Но зато, ребята, здесь работает Сбербанк Онлайн. Ой, тьфу ты, что я сделал? Не надо. Так, Сбербанк Онлайн. Давайте войдем. Так, что вам пин-код, наверное, потребует. А, да. Вход в Сбербанк Онлайн. Сейчас. Добрый вечер. Я диспетчер. Так, ну, собственно, вот, также здесь есть NFC, то есть можно делать бесконтактную оплату. Все здесь работает четенько, красивенько. В общем, теперь точно все. То есть вот. Все, что хотел, я вам сказал про этот смартфон. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok